Тема, на самом деле, как мне кажется, напрямую связана с тем фильмом, который вы сегодня будете смотреть. По крайней мере, может быть, он чуть расширяет какие-то границы понимания о том, что такое вот этот прекрасный роман Гашика и фильм, по которому он поставлен. Ну, собственно, вот у меня лично, когда я читал этот роман, когда-то давным-давно возникло ощущение, что это какой-то такой дурачок, который, значит, совершенно не понимает, что происходит, куда он двигается, зачем, что происходит вокруг него и так далее и тому подобное. Ну, а когда я чуть больше погружался в тему в целом ситуации Первой мировой войны, становится ясно, что он, ну, мягко скажем, не думает, кажется, даже понимает, что он делает. Да, и, собственно, во многом те практики, которые сегодня будут рассказаны на примере русской армии, были характерны, на самом деле, для всех армий периода Первой мировой войны, да, те или иные способы уклонения от фронта. Да, и в данном случае как раз Швейк, мне кажется, один из ярчайших примеров того, как это можно было сделать. Собственно, ну, все начинается с самого призыва, 1914 год, да, начало войны, и, на самом деле, в Российской империи существовало довольно много возможностей для того, чтобы в армию не пойти. Да, то есть, на самом-то деле, значительно меньшинство, и в основном, это, кстати, неспроста, да, названа русская императорская армия, да, она в основном комплектовала за счет православного русскоязычного населения. А Россия, так называемые инородцы, вообще не призывались в армию, да, в том числе туда попадали и финны, да, например. И вообще, если мы смотрим на те проценты, которые вообще попадали в итоге в армию, они, на самом деле, не многочисленные, да, существовало огромное количество осрочек, да, чтобы люди не проходили военные службы. Это и по образованию, это и по семейному положению, и по возрасту, ну, в общем, ну, и по болезням, конечно, тоже. Да, то есть, это те самые синие и белые билетники, да, которые в мирное время не проходили военные службы. Собственно, когда война 1914 года начинается, да, собственно, многие не ожидали, что вообще она продлится как-то долго, и в планах мобилизационных не было, да, вести тех людей, которые не проходили мирное время военного обучения. С течением времени ситуация сильно менялась, понижался призывной возраст, да, с 21 до 18 лет, и постепенно отмобилизовывались все более и более старшие возраста, и в итоге даже стали брать в армию тех сорокалетних даже людей, которые, в сущности, не имели никакого опыта военной службы даже, там, 20-30 лет назад, да, и, в принципе, являлись уже главами больших крупных патриархальных семей, да, то есть 40-43-летний человек, это высший возраст, по которому могли мобилизовать. Это, на самом деле, уже семейный такой состоявшийся человек. Собственно, вот эти категории все уменьшались, это, конечно, тоже создавало определенное раздражение, потому что иногда забирали не только сына в определенной семье, да, но и отца. В таком случае семья вообще могла остаться без кормильца. Собственно, еще один был способ минования вот этой воинской службы на фронте, это разнообразные профессии. Да, то есть, на самом-то деле, тоже не сразу сообразили, прежде всего, потому что считали, что война продлится, на самом деле, очень короткий период времени, да, то есть к Рождеству все уже будут дома. Оказалось, что не так, и вот те рабочие, которых даже мобилизовали в период мобилизации, да, 14-15-го года, в итоге все-таки было решено даже возвратить обратно, да, на вот эти сложные, да, трудные производства, где это требовалось. Да, эти люди получают так называемые брони. И это то, что объясняет, почему вообще забастовочное, стачечное движение в период Первой мировой войны идет неуклонно вниз, да, не потому что все сразу прониклись такими патриотическими настроениями, а явно определенный процент держался за эту самую работу, которая у него была, просто потому, чтобы не оказаться на фронте. Да, и понятно, когда становились ясны те масштабы войны, ту колоссальную мясорубку, в которую она превращалась, ну, таких людей становилось не очень-то много. Но, на самом деле, существовало еще довольно большое количество профессий, которые туда не попадали, но самое главное раздражение тех людей, которые оказались на фронте, вызывала, конечно, полиция, да, то есть те люди, которые вполне себе молодые, относительно, да, здоровые, уж точно умеющие обращаться с оружием, да, и в то же время уже призывают тех людей, которые вообще не знают, с какой стороны винтовку брать, да, и всю жизнь, которую провели в крестьянском труде, да, и по письмам того времени мы видим, что действительно колоссальное недовольство растет в отношении именно полиции, которая еще мало чем занимается, она еще ловит этих самых солдат за какие-то разнообразные правонарушения, да, которых было действительно большое количество. Собственно, эти самые категории профессий будут называться на фронте окопавшиеся, да, то есть те, кто держится за свое место где-то для того, чтобы вообще не оказаться на фронте. Причем здесь начиналась и такая коррупционная составляющая, в 17-м году это становится очень известно, когда люди, которые вообще не имели никакого отношения к, не знаю, рабочей среде, устраивались, устраивались в кавычках, да, на завод, да, и на самом деле продолжая заниматься своей обычной деятельностью. Окопавшиеся были не только в каких-то определенных специальностях, но и в самой армии, как ни парадоксально, целый ряд профессий давал возможность людям не ехать на фронт. И вот здесь наша прекрасная русская интеллигенция или даже культурная интеллигенция очень ярко себя показала. Например, Владимир Маяковский работал чертежником в автомобильном бронедивизионе в Петрограде, да, и подобного рода, ну, таких должностей, которые, ну, собственно, они, конечно, нужны, да, запасным частям в тылу, да, но, конечно, ограждали человека от возможности оказаться на фронте. Таким людям, конечно, было невероятное недовольство, а туда же можно добавить, например, всех артистов петербургских театров, да, они все служили в Измайловском, в основном, в основном батальоне Измайловского полка, да, в хоре, который там раздулся уже в несколько тысяч человек, который действительно продолжал свою концертную деятельность, в сущности, ну, неся военную службу, правда, в тылу. Работа на нужды фронта, да, это то, что, опять-таки, давало возможность целому ряду людей, ну, в собственности помогая, да, деятельности армии, тем не менее избавлять себе от необходимости оказаться на фронте. Да, причем, ну, в частности, опять-таки, можно привести пример из такой культурной сферы. Давид Бурлюк, тоже известный футурист, он вообще занимался тем, что продавал сено из своего имения для фронта. И этого было достаточно для того, чтобы он, значит, военную службу не нес. Ну, и понятно, что такого рода работ для фронта, да, могло быть самое огромное многообразие. И еще понятно, что в основном этим пользовались, конечно, люди, либо обеспеченные, либо имеющие определенное количество социальных связей. Да, понятно, что самый простой крестьянин, да, и даже из собственного небольшого, да, ну, и не менее, да, своего огорода не мог продавать что-то необходимое для фронта, для того, чтобы, ну, в общем, не быть взятым туда. Отдельно, ну, необходимо сказать про Земский и Городской Союз. Это, на самом деле, очень важная общественная организация, действительно сыгравшая колоссальную роль по мобилизации общественных ресурсов, да, каких-то заводов, в принципе, человеческой инициативы для нужд фронта. Но вместе с тем это превращалось еще в один такой зонтик, который предотвращал возможность для человека оказаться на фронте. Да, вот, собственно, эти земгусары, которые, собственно, один из таких представителей на карикатуре вы видите, явно подражая вот какой-то уже милитаристской стилю, да, пытались как бы предстать в виде такого бравого офицера, да, на самом деле, в сущности, штатские люди, да, им никто не запрещал, собственно, вот подобного рода одежде появляться. И вот, собственно, эти вот люди, земгусары, да, земгор, он вообще вырос в какое-то совершенно неимоверное количество людей. Это, примерно по разным подсчетам, 2,5-3 миллиона человек, да, при том, что к 1917 году человеческие ресурсы русской армии были почти исчерпаны, да, то есть оставалось домобилизовывать пару возрастов людей, которые вообще не знают, что такое винтовка, из какой страны ее держать, а также новые 18-летние призывники. Да, то есть, на самом деле, это колоссальное число, и вопрос о том, как уравновесить, да, людей, которые находятся в тылу, людей, которые активно действуют на фронте, это, конечно, была серьезная проблема. Ну, и, конечно, хотя в меньшей степени, особенно в первые месяцы войны, это возможности, ну, каким-то образом симулировать разнообразные заболевания, да, то есть там существовал целый такой цех по тому, как можно различными способами уклониться от фронта. Причем вот эти вот специалисты, да, по этому уклонению действовали так оперативно, что все новейшие изменения медицинских показаний, они на них сразу реагировали и учили различных людей как-то действовать. Сохранились в цензорских отчетах целые пособия по тому, как можно, собственно, избежать эту самую военную службу. Это касалось самого разнообразного способа, да, это и саморанение, да, и какие-то способы симулировать эти болезни, да, например, введение под кожу парафин, чтобы сделать вид, что у человека какая-то опухоль. Или такие были тоже способы, причем, я бы сказал, даже так, имеющие определенную национальную этническую особенность. Например, среди евреев и поляков было распространено способ уклонения от службы путем протыкания обрабанных перепонок, да, или удаления зубов, да, потому что оказывается, что если в челюсть у человека не хватало 10 зубов, то он, собственно, мог не идти на военную службу. Это, казалось бы, на самом деле не самая большая потеря, потому что, ну, люди достаточно образованные западного края понимали, что уже можно поставить мост, да, то есть нужно правильно удалить определенные зубы, и таким образом довольно безболезненно это сделать. Если мы говорим о таком русском, да, способе уклонения от фронта, то он был безвозвратным, я бы сказал так, потому что происходили ситуации, когда люди отрубали себе конечности, да, в основном пальцы, очень часто указательный палец правой руки, и по целому разнообразию, да, вот тех документов, которые отложились вот в этих призывных комиссиях, видно, что это свежие раны очень часто, да, то есть люди готовы были, ну, уже понятно, к тому моменту, когда стало ясно, что такое война, да, Первомировая, уже готовы были пойти даже на такую трагическую историю. Собственно, ну, тем не менее, значительная часть попадала на фронт, да, и прежде всего они должны были пройти обучение в тыловых воинских частях, да, сконцентрированных в крупнейших городах Российской империи. Да, собственно, солдаты должны были подготовить за 8 недель, да, мы догадываемся, это очень мало, особенно с учетом того, что это уже сверхтехнологичная тотальная война, да, то есть действительно человек от Сахи, который впервые берет в руки винтовку, за 8 недель должен был превратиться в высококлассного специалиста, который должен был отправлен на фронт, но это невозможно, да, мы догадываемся, и значительной части даже продолжали дообучать, да, уже на фронте, да, и тем не менее, собственно, уже быстро был поставлен вопрос о том, как вести идеологическую работу среди людей, да, и, соответственно, каждую неделю вот специальный документ, общая программа 8-недельного обучения призываемых нижних чинов регламентировала беседы офицеров со своим нижними чинами, да, и вот, собственно, по неделям вы видите, что это были за беседы, да, то есть здесь не про царя-батюшку, не про родину, а про вполне конкретные проблемы, которые явно уже назряли к 1916 году, когда это самое положение было опубликовано, да, то есть тут и проматывание обмундирования, тут и наказание за членовредительство, за различные возможности уклонения от фронта и так далее и тому подобное. Ну, и, собственно, это уже о многом, на самом деле, говорит к 1916 году, даже если бы мы не двигались дальше, а мы двинемся. Членовредительство, да, то есть оно не заканчивалось на призывных пунктах, оно продолжалось еще и в различных фронтовых частях. Здесь нужно, правда, сделать такой большой момент, да, добавить это то, что, конечно, прежде всего причинами таких, на самом деле, действительно тяжелых вещей, да, когда человек решался на членовредительство, это были, конечно, тяжелейшие условия, прежде всего, крупнейших проигрышей России в Первой мировой войне, да, первые такие массовые случаи членовредительства начались после поражения восточно-прусской операции и особенно в 1915 году, когда происходило великое отступление русской армии, когда значительная часть действительно людей, да, буквально продолжая отступать с боем, да, сталкиваясь с колоссальным вот этим прессингом психологическим, некоторые люди, конечно, это не выдерживали, да, и на самом деле это было массовое явление, действительно массовое, и мы можем привести большое количество разнообразных мемуарных источников, которые говорят о том, что чуть ли не каждый второй вообще раненый в русской армии являлся, ну, таким самострелом, да, как тогда называли. На самом деле их было действительно много, но, конечно, не половина, да, 27-37 процентов всех, по крайней мере, легко раненых составляли именно так называемые паличники, как стали называть, да, то есть люди, которые были ранены в руку. Это, на самом деле, мы догадываемся, специфическое ранение. Вот эта фотография, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует, что такое вот такой госпиталь полевой этого периода времени, да, то есть, ну, вы видим и левая, и правая рука, тут есть более изощренные возможности, но, тем не менее, но это массово, да, при том, что это, мягко скажем, не самое очевидное, куда может попасть пуля в человека. И действительно, очень рано командование озаботилось вот этой серьезной проблемой, стали пытаться изобличать вот этих вот самострелов, да, паличников, ну, прежде всего, из-за массовости этого явления, и появились целые даже научные работы о том, как, собственно, узнать, да, вот это вот саморанение. Да, там целый ряд вещей, которые очень ясно на этом мог указывать, да, пороховой след, который оставался на ладони, и очень своеобразная, крестообразная, да, такая рана, да, рваная, которая оставалась после выстрела с близкого расстояния в руку. Это довольно легко можно было понять. И, соответственно, всегда вот эти вот медицинские работники, которые приходили на перевязку, вот эти самые люди всегда сталкивались с вот этой самой моральной дилеммой, потому что на самом-то деле вот это вот саморанение приравнивались к отклонению от несения службы, и отсюда человека могли ждать дисциплинарный батальон, арест или даже каторга, которая для подобного рода преступлений продлилась до 20 лет, да, то есть это действительно огромное. Но здесь есть одно но. Вот, собственно, о всех преступлениях, которые мы с вами будем говорить, вот это но имело колоссальное значение. Все эти наказания должны были быть введены в силу после войны. Да, собственно, в ситуации войны человек должен был получить статус штрафованного, да, на него накладывались определенные дополнительные обязанности, но никто его никуда не ссылал, никто его не арестовал, но потому что он сам этого и хотел, да, и само командование отлично понимало, что если оно вот такого рода людей, да, уводит в какую-то тюрьму, карцер, да, ну, собственно, это только то, что люди добивались. Причем изначально командование реагировало очень так, агрессивно, я бы сказал, требовало, что всех людей, которых действительно можно обвинить в самострельстве, возвращать в части, да, то есть не очень понятно, как человек с пораненной правой рукой, да, может быть, даже с отсутствием пальцев, да, мог продолжать нести нормальную военную службу, но, кажется, это и практики какой-то не установилось, эти люди, оказывается, все-таки добивались того, чего они хотели, да, седали в тылу на каких-то дополнительных работах. Собственно, более, мне кажется, известна история с дезертирством периода Первой мировой войны, и, на самом деле, это действительно колоссальные цифры, да, я сейчас не говорю про 1917 год, да, собственно, мы говорим о ситуации до 1917 года, до февраля, когда не разрешающаяся революция, надзор офицерский значительно пал, эти цифры будут увеличиваться, но, да, чтобы было понятно, когда началось разложение русской армии, как-то очень часто говорят, до революции, до полутора миллионов человек, да, числились дезертирами, и это примерный подсчет, да, из-за экстраполяции вот этих 700 тысяч, которые были задержаны, да, вот в ближайшем к районам фронта. Да, здесь может быть и повторное дезертирство, которое тоже отлично процветало, но, тем не менее, да, вот эту примерную цифру, но это, на самом деле, очень большое число, как мы догадываемся, людей, которые в той или иной степени ушли от возможности вести военные действия. На самом деле, с фронта дезертировать было довольно сложно, да, фронт — это, на самом деле, довольно широкая такая линия, где довольно концентрированное число офицеров, полицейских, досмотров, документов, да, действуют различные специальные службы для изобличения шпионов, ну, которые заодно могут поймать и дезертира без документов. Соответственно, по большей части вот это дезертирство касалось ситуации до прибытия на фронт. Да, собственно, это побеги из резервных полков, где солдаты проходили вот это самое восьминедельное воинское обучение, по пути на фронт в эшелонах, да, где надзор был гораздо ниже. То есть, понятно, да, в запасной воинской части там хотя бы десяток офицеров есть, да, в эшелоне, который следует обычно один офицер, пару унтер-офицеров, надзор гораздо меньше, это сделать гораздо легче. Передислокация различных подразделений тоже зачастую в тылу, и единственный момент, когда можно было это сделать на фронте, это, конечно, отступление, и это касалось, конечно, ситуации 1915 года, о котором уже говорилось. Причем не всем солдатам, которые дезертировались линией фронта, удавалось вообще покинуть ее, да, и появился такой особый контингент бродячих солдат, да, то есть люди, которые ошивались где-то в районе ближайшего фронта, никуда уйти дальше они не могли, скрывались по деревням, иногда вместе с австрийскими солдатами по тем же самым деревням, да, нанимались на какую-то работу, прибывались к каким-то полкам, но, в общем, имели возможность так или иначе, и тут мы швейка сразу на самом деле вспоминаем, получали возможность каким-то образом засесть в тылу, да, и не быть на передовой, где они рисковали этой самой жизнью. Собственно, это, на самом деле, массовое явление, да, и далеко не все вот эти дезертиры вообще уходили с фронта. Существовала еще такая парадоксальная ситуация, когда было патриотическое дезертирство, чтобы тоже было справедливо сказано, когда люди бежали из запасных воинских частей на фронт, да, ну, то есть они уходили из своей воинской части для того, чтобы оказаться на передовой. И это, на самом деле, больше всего говорит о тех, на самом деле, тяжелых, да, иногда очень жестоких условиях, в которых находились солдаты на момент их своего обучения, вот в этих самых запасных полках. Некоторые дезертировали в свои части, да, которых они были лишены после ранения, да, то есть оказались в тылу, в госпитале, а потом их определили в какую-то другую часть, да, они могли сбежать из этой самой части в ту самую родную, где там были все друзья-товарищи. Такое тоже происходило, хотя это, конечно, было не такое массовое явление, чем, ну, окончательное дезертирство, что называется. А, собственно, были и другие способы, ну, такие менее агрессивные, менее, ну, скажем так, незаконные, можно так сказать, менее легальные для того, чтобы, ну, хотя бы задержаться в тылу. И это потеря документов, вот это процветало сплошь и рядом, да, просрочка документов, потери документов, по крайней мере, самое популярное оправдание, которое действительно в тот момент существовало. Да, не знаю, где документы, не помню, какая у меня часть, не помню, что за офицер, а имя свое я тоже забыл, так что давайте здесь останемся где-то в тылу до знания. И это действительно происходило. Вообще вот эти вот пересыльные пункты, куда ссылали, вообще постоянно росли и набухали, там уже до нескольких тысяч человек находилось, в отношении которых шло до знания. Масштаб проблем был настолько большой, что в конечном итоге было решено, что даже не надо определять вообще, из какой части человек пришел, а, может быть, даже имя его абсолютно важно добыть, его посылали просто в ближайшую часть, чтобы просто он не оседал в тылу, где велось-то очень долгое до знания. А в предшествующий период, до того, как это было ясно сделано, постоянно происходили вот эти перемещения. Человек оказался где-то на юго-западном фронте, его часть на северном, его отправляют туда на эшелоне, он сбегает из эшелона, естественно, он уже навык получил, соответственно, его опять ловят, он опять не называет свое имя, его опять посылают в пересыльный пункт, находят его часть. В общем, это можно было делать в конечном итоге до бесконечности. Да, эту систему пытаются максимально упростить, сделать максимально понятной. Но на самом-то деле здесь в конечном итоге терпение командования ловнуло, и произошло то, что на самом деле в значительной степени, как я считаю, по крайней мере, подстегнуло революционные движения в армии. Это введение телесных наказаний. Вообще, напоминаю, за 50 лет до ситуации, о которой мы с вами говорим, было отменено крепостное право. Вот этот барин, помещик, который мог пороть своих крестьян, уже выросли новые поколения. И вдруг, фактически, впервые с 1863 года телесные наказания вводятся снова. Порка. Причем здесь было очень важно, что это отдавалось полностью под надзор самого непосредственно начальника, того или иного солдата. То есть это произвол, который процветал, причем произвол оскорбительный. Потому что у людей уже в того времени, не нужно представлять, что это действительно серое быдло, которое могло только пахать и сеять. Это люди, у которых уже было человеческое достоинство. И вот такая порка, особенно с памятью, о этой совсем недавней истории крепостного права, конечно, не добавляла очков военному режиму в той ситуации, которая возникла. Причем, с учетом того, что порка применялась очень широко, это касалось даже небольших отлучек. То есть это не обязательно дезертир до конца. Человек мог действительно задержаться, опоздать на поезд. Прибывая в свою собственную часть, он мог получить эту порку. Многие просто этого не хотели, и уже опоздав на поезд, решали не возвращаться. Что и превратило только росту к дезертирству. И тут, конечно, вот эти цифры действительно становятся колоссальными. Собственно, добровольная сдача в плен. На самом деле тоже нельзя сказать, что это была какая-то уж настолько распространенная практика, особенно в первые месяцы войны. Вот эта цифра, которую я здесь называю, это 2,5 миллиона военнопленных. Это, конечно, общий тепло тех, кто сдался в плен. Не нужно себе представлять. Такие масштабные цифры, это, конечно, не верно было бы считать. Но, тем не менее, какой-то процент среди них был, но мы до сих пор даже не знаем, какой. Потому что в данном случае это серьезная проблема. Как вообще-то высчитать, кто добровольно сдался в плен, кто недобровольно, кто оказался раненым, кто оказался специальным, где-то отстав от отступающей части. Собственно, действительно, это такая колоссальная проблема, по крайней мере, опять-таки, для военного командования. Потому что, во-первых, мы говорили о том, что в сущности вот этих всех людей, о которых мы с вами говорим, и дезертировав в том числе, и добровольно сдавшихся в плен, их вообще-то как бы ждала каторга. А как можно наложить эту самую каторгу, если человека вообще нет? В сущности, он пропал без вести. Точно установить, насколько он действительно самовольно сдался в плен, и сдался ли в плен он вообще, установить в сущности было практически невозможно, как мы догадываемся. Шло большое дознание вот в этих военно-полевых судах, допрашивались различные свидетели или не свидетели, вот этого самого происшествия. И, на самом деле, на кону-то стояла довольно серьезная проблема. Потому что с того же самого 1915 года семьи, добровольно сдавшихся в плен, лишались пайка. Мы понимаем, что в ситуации растущего дефицита Первой мировой войны это вообще-то опасная ситуация. И, конечно, как мы наблюдаем, среди добровольно сдавшихся в плен значительное количество холостых. И тут удобная ситуация, можно было не бояться за свою семью. Среди них довольно значительное количество поляков и евреев. Здесь вопрос не национальности, а регионе, о котором мы с вами говорим. Западный фронт как раз разделял вот эти западные окраины, где поляки и евреи, собственно, и проживали. То есть очень часто это было даже не добровольная сдача в плен, а воссоединение с семьей. Что тоже иногда было сделать не так сложно. Так вот, лишение семьи пайка. Мы понимаем, что на самом-то деле это довольно тяжелая вещь, которая могла касаться в сущности безвинного человека, страдающего в плену, например, взятого в плен, будучи раненым, отбивавшегося до последнего. Ну, то есть героя в сущности, которого ждала бы награда в конечном итоге. Суд мог решить, что он лишался пайка. Точнее, его семья. То есть обрекались она на голодное существование. Это, конечно, то, что создавало, опять-таки, затянутое дело. Очень часто того, что они закрывались. И в очень редких случаях все-таки вот эта вот практика применялась. То есть обычно пытались это все свести на тормоза, разобраться уже, когда война закончится, тогда уже можно будет вести более четкое дознание. Собственно, вот эта массовость, конечно, не нужно преувеличивать, да, вот этой самой добровольной сдачей в плен. Ну, как я уже сказал, посчитать ее сложно, но те случаи, которые мы знаем, это обычно один, три, двенадцать человек, не более. То есть на самом деле довольно ограниченная группа. Очень часто людей, которые еще по дороге на фронт договорились между собой вот в этом самом эшелоне. То есть это никогда не было ни полками, ни дивизиями, ни армиями, да, кроме случаев, когда действительно касалось окружения. Ну, и вообще ситуация, когда добровольность или недобровольная сдача в плен, конечно, то, что, в принципе, очень часто разрешить было невозможно в ситуации вот этих постоянных окружений, да, разнообразных действий в этот самый период. Но, тем не менее, командование пыталось работать, да, то есть активно, и это обсуждалось на самых высших уровнях, в Ставке Верховного Главнокомандования говорилось о том, что солдатам нужно внушать вот это самое чувство долга. Причем начинать его с буквально воинских частей и продолжать это уже в окопах. Но не менее важным становится черный пиар, да, то, что касается максимально раскручиваемой темы зверства немцев. Да, то есть нужно было показать, что плен, да, это не, ну, какое-то счастливое местопрепровождение, где там ждет и шнапс, и хлеб, и, в общем, просто сухость и покой, да, это, на самом деле, страшная ситуация. Нельзя сказать, что плен – это действительно какая-то легкая прогулка, да, действительно, военнопленные, особенно Российской империи, жили в довольно тяжелых условиях, хуже, наверное, только военнопленные Османской империи, но, тем не менее, зверства немцев, они, конечно, были колоссально преувеличены, да, вот в этих разнообразных рассказах о том, как это все происходит. Говорили о том, что все начинается с дороги смерти, когда буквально босых и раздетых гонят, да, через какие-то пустыни выжженные, да, когда значительное количество уже первых пленных погибает. Дальше они оказывались в лагере, где многие ждали расстрел, якобы, да, опять же, жестокие наказания, и вот эта тема обычно очень ясно педалировалась, издевательство, да, и, не менее важно, голод, да, то есть тот самый хлеб, который они уже могли не хватать в самой воинской части, уже не спасал. Нельзя сказать, что все это было неправда, но, конечно, это было раздуто до каких-то невероятных моментов для того, чтобы у людей не было ощущения, что сдаться в плен – это хорошо и здорово, да, что это безопасно и безболезненно. Это действительно не было так, но зверства немцев, конечно, преувеличивали все допустимые и невозможные моменты. Значит, еще один момент, о котором необходимо рассказать, да, то есть вот эти все случаи как бы известны, да, и обычно, когда мы говорим о вот этих тенденциях в русской армии, обычно их трактуют как такое разложение военного организма по разным причинам, да, ну, в том числе и психологическое давление, и вот эта усталость от войны пресловутая, которую, на самом деле, очень трудно пощупать и зафиксировать. Но, тем не менее, на самом деле были и другие способы, которые, опять-таки, я подчеркну, были распространены среди разных. Действующих армий, да, по разную сторону фронта. Это способы прекращения военных действий. То есть война идет. Но нужно понимать, ситуация Первой мировой войны – это окопная война, да, то есть она довольно стабильная. И не всегда на всех участках фронта происходит перестрелка, артиллерийский бой, да, вообще попытки наступления или отступления, перегруппировки и так далее. Очень часто это месяцы, когда люди проводят в сырых, грязных окопах, да, с крысами, вшами и так далее и тому подобное, со всем вот этим изобилием. И, на самом деле, вот эта ситуация, которая приводит к своеобразному фронтовому братству, причем не только тех людей, которые находятся рядом с тобой, но и по ту линию. Потому что все прекрасно знают, что они страдают от тех же самых вшей, крыс, да, находятся в тех же самых окопах. И вот такая тенденция, на самом деле, будет проявляться на всех фронтах, в разное время, с разной динамикой. Самый известный, конечно, случай – это братания рождественские 1914 года на Западном фронте. На самом деле это там началось, когда действительно британцы, французы и немцы вместе справляли Рождество на нейтральной территории. Да, это потом для всех плохо закончилось, их расформировали, развезли в разные стороны, но, тем не менее, такая же тенденция происходит и на Восточном фронте, во многом будет касаться не только рождественских, но и пасхальных, да, вот этих самых братаний. Потому что на самом-то деле тоже нужно понимать, что Первая мировая война – это война в том числе и православных народов между собой, да, то есть сербы, хорваты, да, находились в австро-венгерской армии, и русские, украинцы, белорусы, да, по другую сторону. Соответственно, среди них тоже, понятно, общие праздники, особенно религиозные, которые, ну, на самом деле, построены на том, чтобы прощение, да, не убей, вот эти все важнейшие ценности христианские, которые нужно было проводить в жизни. И действительно, это будет происходить очень часто по конфессиональному признаку, да, то есть какие-то вот эти крупные периоды. Это будет касаться небольших перемирий для похорон, да, вот тех людей, которые оказались на нейтральной территории. Да, опять-таки, это очень часто делалось даже с разрешения непосредственного командования ближайшего, но, тем не менее, это тоже означало прекращение военных действий, да, то есть белый флаг, да, возможность переговорить на нейтральной территории и договоренность, на какой промежуток времени можно будет сделать вот те самые дела, которые можно назвать вполне себе мирными. Собственно, не менее важным, да, и гораздо более распространенным становятся моменты братания для миновой торговли, да, и это, на самом деле, такая очень специфическая вещь, я не знаю, насколько хорошо видно, да, что делают вот эти австро-венгерские российские солдаты, они меняются. И здесь, на самом-то деле, тоже нужно понимать, что очень часто вот эта миновая торговля касалась не только, да, хороший ножичек на, там, не знаю, кусочек хлеба или что-то в этом духе, но и, на самом деле, непосредственно таких праздничных мероприятий, потому что вообще-то в окопах русской армии алкоголь был запрещен. В то же время на Германии никто там не запрещал этот самый алкоголь, он был, находился в наличии, даже определенная норма солдатского пайка входила, этот самый пресловутый шнапс, но вместе с тем у немцев к зиме 1916-1918 года возникла серьезная проблема с продовольствием. У одних выпивка, у других закуска, как не встретиться. Да, и на самом деле это действительно будет происходить очень часто, да, это будет одной из основных вещей даже 1917 года, когда очень часто у нас есть ощущение, что там какая-то уже политика есть, да, ничего подобного. Главная цель, вот, самая миновая торговля, обменяться чем-то, что есть у другого. И вот в этом тоже было такое своеобразное фронтовое братство. На самом деле вот этот принцип «живи и дай жить другому» — это, на самом деле, то, что было сформулировано в отношении западного фронта, но, тем не менее, это то же самое можно сказать о фронте восточном. Для очень многих частей перевод на какие-то более спокойные участки фронта приводил к негласному, а иногда действительно к гласному соглашению о нестрельбе в той или иной ситуации, да, для того, чтобы просто-напросто отдохнуть и тем, и другим. Да, и это, на самом деле, показывает о том, что война далеко не всегда приводит к брутализации, да, к необходимости взаимного уничтожения, к агрессии, к тому, что люди готовы до последнего убивать друг друга. Очень часто это приводит, наоборот, к миру, который так необходим, да, к поиску от этого общего языка, которого очень часто у немцев и русских просто-напросто не было. Ну, вот, собственно, вот на этом я и хотел бы закончить. Последнее — это рекомендации. Да, может быть, кому-то понравилось, заинтересовала эта тема, поэтому я очень всячески рекомендую. Это касается, конечно, не только вопросов о уклонении от фронта, естественно. Это про быт русской армии, действительно, такое на самом нижнем уровне. Это книжка Оськина «Неизвестные трагедии Первой мировой войны», блестящее исследование Александра Осташова «Русский фронт» и книжку, которую до сих пор можно найти в магазинах, Юрий Бахурин «Фронт и тыл Великой войны». Да, вот такой кирпич, но, тем не менее, максимально фундированная книга. Спасибо. Спасибо большое. У нас небольшой сувенир для всех наших лекторов, которые вот так скрашивают наши пятничные вечера. Спасибо вам большое. И если есть вопросы, пожалуйста. Основное, как бы вообще, почему в то время отклонялись люди, как бы от службы прежде всего, уклонялись? Имеется в виду в период мобилизации, имеется в виду. Да, да. Касаемо сегодняшнего момента, чтобы как бы тоже понимать. Очень актуальная, да, извините, лекция. Это по-разному, конечно, бывает, естественно. Да, ну, то есть, по большей части это касалось, конечно, во-первых, слухов о том, что происходит на фронте. То есть, ну, миллионы людей, просто мясорубка происходит с нулевым результатом. То есть, фронт практически не двигается. То есть, крупнейшее перемещение 2015 года, но не в пользу России, что тоже не создавало пользы. И даже колоссально успешный брусиловский прорыв. Это, на самом деле, невероятное количество жертв, которое было принесено для того, чтобы... Ну, это очень важная и серьезная операция, но, тем не менее, которая была слишком крупной ставкой на человеческий ресурс, который был исчерпан. Это первое. То есть, известие о колоссальном количестве смертей, которое, понятно, в ситуации Первой мировой войны, когда в основном это крестьянское население, это не было секретом. Второй очень важный момент – это серьезная проблема в деревне самой. Вот это исчерпание человеческих ресурсов, это касается не только армии, из кого мобилизовывать, это касается и тыла, а кто сеять-то будет. То есть, на самом-то деле, очень часто всеми лишались, вот то, что я говорил, своих кормильцев. И многие люди просто-напросто из соображений того, чтобы своя семья не голодала, пытались каким-то образом уклониться от этого самого фронта. Ну и, конечно, самый главный момент, конечно, то, что не было понятно вообще, когда эта война закончится. То есть, постоянно обещали, что она закончится к Рождеству, к Новому году. И это все продолжалось и продолжалось, и уже конца края этого не было видно. И в письмах цензура фиксирует такой момент, когда солдаты начинают говорить о том, что война будет до последнего человека. То есть, буквально. То есть, это действительно ощущение людей, что будут воевать просто до потери пульса. То есть, война пошла уже на истощение к этому моменту. Это достижение целей. Да, 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 до определенных целей. И, соответственно, это то, что приводило очень многих людей к дилемме. Ну, на самом-то деле, мы понимаем, это вообще-то тяжелая вещь. Но если просто рассказать, как происходило ранение на фронте, чтобы человека не расстреляли, какие-то доски носили, через которые стреляли, подговаривали своего друга и так далее. Но в хорошей ситуации человек на это не пойдет. То есть, тут и колоссальный психологический прессинг, но вопрос о семье, которая осталась в тылу. То есть, письма-то получались. И очень часто это как раз рассказ о голоде в деревне. Ну, голодном существовании, дороговизна растет. В общем, не то, что создавало ощущение. Иногда потерять палец или потерять семью, это уже, мягко скажем, не было равновесно. Ну, то есть, политических причин у населения тогда как бы не было. Скажем так, это очень часто педалировалось как военным командованием, так и революционерами после революции. Потому что все это было сделано, значит... На самом деле, очень серьезно работали. Уже революционеры были в армии. То есть, их просто-напросто брали в качестве обычных людей. То есть, благонадежность уже не являлась ограничением в том, чтобы взять в армию. Уже шли и уголовники, и политические преступники. Ну, не из каторги, конечно, но, в общем, из какого-то заключения могли. Или после заключения. Они, кажется, вели какую-то агитацию, но никогда не было массовой. Никогда вот эти миллионы не выросли бы из какой-то политической агитации. Ни в коей мере. Это в меньшей степени можно считать. Но оно было. Оно было, оно происходило, но масштабы его не стоит преувеличить. Нет, но революционеры, может быть, даже специально шли в армию, чтобы ввести там... Потом да, тогда нет. Но вы понимаете, что это ситуация, вы идете в армию, из которой вы очень, вероятно, не вернетесь. То есть, это такой очень рискованный шаг. Такие были. Такие были, но вы должны понимать, что это такие, ну, действительно, фанатики своего дела, которые готовы были буквально пойти на смерть ради неочевидного результата. Потому что не обязательно, что что-то получится. Соответственно, действительно, в 17-м году такое уже было. Потому что и фронт уже разваливался, и уже легче было вести эту агитацию. То есть, вам опасен не только немецкая пуля, но и офицерская, которая... Ну, как бы, это то же самое военный полевой суд. И тут-то как раз каторга сразу, а не когда-нибудь потом, да, после войны. Да, таких людей изолировали. Ну, и, в общем, это не то, что было массовым, на то, что, ну, какая-то политическая практика такая была активная. Вы меня извините, конечно, но в 17-м году у нас фронт не разваливался. У нас было наступление в июне. Но это как раз уже связано с политикой. А второй у меня к вам вопрос. Вот ваше мнение по поводу братания. Это никак не связано с офицерским составом, который у нас очень сильно сменился. С какого года в российской армии начались братания? У нас вообще-то была российская императорская гвардия. И вот как раз к моменту братания там уже не хватало кадровых офицеров. Это, ну, совершенно вот не про... Хорошо, отвечаю. Значит, фронт разваливался. То, что в июне 1917 года произошло наступление, это невероятное, чудовищно, какое-то волшебное достижение лично Александра Федоровича Керенского. Очень рекомендую книжку Бориса Колоницкого «Товарищ Керенский», где очень подробно описывается ситуация на фронте и тот вклад, действительно, той революционной агитации, которая привела к этому наступлению. И чем заканчивается это самое наступление? Как раз провалом, отступлением и, ну, окончательным развалом. Керенский развалил армию. Кроме того, вашего мнения, существует еще другое мнение. Он адвокат по специальности и юрист. И 1917 год, это у нас год больше разговоров, чем практики. А наступление было еще до того, как Керенский появился на политической арене. Запланированное. Уже в декабре генерал Алексеев, командующий нашим штабом, вместе, кстати, с Деникиным, который тоже оставил мемуары, очерки русской смотой называется, извините. Это наступление планировал. Если бы не февральская революция, очень многие считают, что оно было бы успешно. Замечательно. Во-первых, мне это не обязательно рассказывать, может, это коллегам интереснее. Я специалист как раз по 1917 году. Я довольно больше скажу про армию. То, что происходило в армии в 1917 году, я прекрасно знаю. Наступление планировалось. Планировалось оно в апреле. Могло не состояться. Его отложили до июня. Уже никакой политической значимости, кроме внутренних целей, это не имело. И действительно, главная задача наступления июньского 1917 года было, прежде всего, сплотить этот самый фронт, который начинал разваливаться. То, что касается братаний. Согласен с вами, действительно, изменение кадрового состава офицерства повлияло на, скажем так, боеспособность воинских частей. И это факт. Но, тем не менее, нужно подчеркнуть, что первые случаи и братании, и дезертирства, как ни странно, издачи в плен, начались еще в 1914 году, в первых операциях. Это были в тот момент еще единичными. К 1915 году они становятся более массовыми. К 1917 году уже совершенно другой характер этих действий действительно происходил. То есть, отчасти это действительно верно. То есть, в армии, чтобы было понятно, кадровый состав, это люди, офицеры, которые провели полный курс офицерского обучения в мирное время. То есть, иногда, закончив даже академию генерального штаба, то есть, действительно, профессиональные офицеры. В годы Первой мировой войны на их место начинают приходить люди, любые люди с образованием. На самом-то деле, иногда самым минимальным четыре класса образования было достаточно для поступления в школу прапорщик, так называемого прапорщиков военного времени. То есть, четыре класса образования писать, читать, читать. Человек после этого умел. То есть, это вот не те люди, которые тоже за короткий срок получали это самое военное обучение, которые могли в высокотехнологичной войне активно вести военные действия. Причем, почему это еще проблема? Потому что очень часто это касалось студентов, которых тоже начинали мобилизовывать. И представляем себе вчерашнего студента, 20 лет, который должен был командовать дядьками 40-43 лет. Но это тоже плохо контролирующая ситуация. То есть, здесь, прежде всего, вопрос о надзоре, который, конечно, падает. Особенно с учетом колоссальных мобилизаций, да, и то, что касается и запасных воинских частей, где не хватало офицеров при массе у тех самых солдат, которые туда поступали. Это касается эшелонов и, конечно, фронта. Хотя, еще раз подчеркну, на фронте, ну, такие неуставные отношения, да, довольно тяжелые, имели гораздо меньшее распространение в результате того же самого фронтового братства. Да, хотя очень часто и авторитета, да, вот это офицерство не пользовалось, да, вот это новое, вновь прибывшее. В этом смысле, в каком-то смысле я согласен. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.